Виктор, с тобой все хорошо? Ау, ку-ку, Витя! Саша, не мешай, я в нирване накапливаю жизненные силы. Слушай, ну я уже пришла, давай работать, выходи из своей нирваны, пора начинать эфир вообще-то. Нирвану придумал какую-то, смотри-ка что. Саша, вот откуда в тебе столько энергии? Скажи, пожалуйста, вот где у тебя находятся твои энергетические батарейки? Давай кнопку поищем, но мне кажется, что я с рождения такая энергичная. Вот тебе повезло больше, чем некоторым. А вот мне, например, приходится как-то накапливать жизненные силы, и медитация это один из самых действенных способов. А что у нас сегодня, день вверх тормашками, что ли? Какие вверх тормашками? Сегодня день накопления жизненных сил. А зачем тебе накапливать жизненные силы? Устал, что ли? У нас день сегодня такой. Какой? День вверх тормашками, что ли? Да нет же, сегодня день накопления жизненных сил. То есть, что есть такой праздник, это, конечно, приятно удивляет. Доброе утро, губерния! В этой студии медитирующий Виктор Стеблев. И от природы энергичная Саша Байдачная. А как вы восстанавливаетесь, когда ваша жизненная энергия на нуле? Виктор, ну опять ты за свое. Ну почему только свое? Я для всех стараюсь, ведь сегодня день накопления жизненных сил. Я показываю пример, Саша. День накопления жизненных сил. Отмечаем, поехали. Спасают аудиокниги. Провожу время с близкими. Занимаюсь тем, чем мне нравится, успокаиваюсь этим. Хобби, ну, как говорится, у всех есть свои хобби. Самой не упасть в голову, а так дальше уже как-нибудь пойдет. Сплю. Во-первых, кофе, а потом медитация. Улучшаю, что надо жить дальше. Сижу дома и думаю над ситуацией, прорабатываю, нахожу проблемы и решаю. Занимаюсь спортом. Друзья, мы представляем вам нашу гостью. Знакомьтесь, Вера Александрова, психолог. Доброе утро. Доброе утро. Сегодня мы накапливаем жизненные силы, наполняемся жизненной энергией. Как понять, что этой самой жизненной энергии тебе стало не хватать? Что это вообще такое, жизненная энергия, жизненная сила? Чаще всего бывает такое, что человек просыпается с самого утра, и ему уже как-то тяжело. У него усталость, вялость, апатия, возможно, даже лень, грусть, какие-то такие состояния у него. И когда есть какие-то цели, он не может их реализовать, ему сложно это сделать. То есть у него вот именно так... Отсутствие интереса получается? Скорее, отсутствие именно энергии. То есть интерес может быть, но вот этих жизненных сил ему может не хватать. Физических. И физических в том числе. И как вот с утра проснулся я, и как меня вот так вдохновить, как наполниться, чтобы начать действовать. Можно ли помочь самому себе? Можно ли помочь, да, действительно, самому себе? Да, я... Да. Ну, здорово. Смотрите, я просыпаюсь, я понимаю, что во мне что-то не хватает, и тут я оп, какой-то механизм применил, переключился, и все, я счастлив и готов достигать. Да, есть классное упражнение, оно называется «Мои утренние привычки». Я сама очень часто пользовалась этим упражнением и пользуюсь до сих пор. Мы все разные люди, и каждому подходит что-то одно, что другому может не подходить. Совершенно. И очень здорово сделать упражнение «Мои источники энергии», то есть взять листик, выписать все, что вам приносит энергию, все, что вас наполняет, и внедрить это в свою жизнь. В качестве примера это могут быть медитации, йога, занятия спортом, любые другие практики. То есть все, что вам будет приносить энергию. Классно внедрить это в свою жизнь, то есть не просто выписать это на листочек и положить его где-то, а именно внедрить. Ну это такой долговременный процесс, то есть если медицировать можно, в принципе, утром, да, то спортом, хотя зарядку. Я хожу в тренажерный зал, и мне занимает это много времени, выполнение энергии. Есть простые привычки, вот зарядка, например, она занимает буквально 5 минут, но она уже помогает восстановить свои силы и быть в ресурсном состоянии. Шоппинг восстанавливает силы, кстати говоря. Ну, вам делать, да. Да. Если кому-то это приносит энергию, то, безусловно, это тоже можно выписать в свой список и внедрить в ежедневную жизнь. Медитация есть, зарядка есть, утренний подъем есть, я чувствую себя хорошо, я радостный, но цели не достигаются. Вот дальше вот упираешься во что-то и все, вот выписал все уже. Какой еще механизм может быть? Может быть, может на это влиять все, что угодно, страхи, убеждения, установки, возможно, это не ваша цель. Бывает такое, что цели бывают навязанные, то есть здесь можно делать упражнения, которые помогают именно отыскать истинную цель. Истинные желания. Мы продолжим нашу интересную еще беседу. Да. Чуть пози. Вы знаете, пора накопить жизненные силы и встретиться уже лицом к лицу с прогнозом погоды. Давайте это сделаем сейчас. В пятницу в Самарской области синоптики прогнозируют переменную облачность и дождь днем плюс 8, плюс 13, ночью плюс 3, плюс 8 градусов. Ветер будет дуть северо-западный со скоростью 5-10 метров в секунду. На севере и западе в дневное время плюс 7, плюс 9, на востоке и юге плюс 8, плюс 10 градусов. Погода в Самаре ожидается облачная и зябкая днем плюс 6, плюс 8 градусов, ночью плюс 4, плюс 5. Атмосферное давление в пределах нормы 752 миллиметра ртутного столба, относительная влажность воздуха 67-70%. И снова доброе утро. У нас в студии психолог Вера Александрова. Доброе утро. Здравствуйте. Здравствуйте. Мы говорили о том, что нужно наполняться жизненной энергией, восстанавливать ее для того, чтобы достигать целей. А всегда ли нужно достигать целей? Бывает такое состояние, когда твоя жизнь превращается в бесконечную гонку, либо праздник, у тебя постоянные какие-то мероприятия, события, достижения тех самых целей. Но твоя жизнь тоже становится от этого серой. Вот всегда ли нужно за этим гнаться? Или может быть, нужно позволять себе замедлиться, успокоиться и в этом тоже найти? Конечно. Да, обязательно. Важно замедляться, важно отдыхать, потому что человек не робот, он не может постоянно достигать-достигать. В конце концов, это приводит к выгоранию, к ненужности чего-то, да, каких-то тех же целей, например. И очень важно уделять время своему отдыху. Классный лайфхак – планировать свой отдых. Кстати, а вот действительно есть такое понятие, как личностный рост. А вот что это такое? Как это понять, что мне пора личностно развиваться? Вообще есть очень много точек зрения на личностный рост. Это как развитие каких-то своих способностей, навыков, так и понимание себя. То есть способность понимать себя, услышать себя, узнавать себя. Так говорил один из основателей гуманистической психологии. А как найти в себе силы, ту самую жизненную энергию, пойти в эти перемены? Ведь перемены – это всегда страшно, это небезопасно. Выход из зоны комфорта. Понять, для начала понять, зачем эти перемены нужны, куда они к чему ведут, и найти ту самую мотивацию, которая будет именно вас двигать к этим переменам. То есть для чего они вам нужны. Ответ на этот вопрос всегда позволяет найти то самое понимание для чего. То есть наш мозг понимает, а зачем мне что-то нужно делать, чтобы идти в те самые перемены, например. И ответ на этот вопрос как раз помогает справиться. Какие интересные процессы на самом деле происходят в нашей жизни. Как интересно в них разбираться. Огромное вам спасибо, что вы сегодня с нами, что вы сегодня открыли нам глаза на жизненную энергию. Спасибо вам большое. Спасибо. Одно я знаю точно, ведь по жизни нужно идти с прямой осанкой, горделивой, так скажем. А в этом нам поможет наша следующая рубрика. Правильная осанка также важна для вашей красоты и здоровья, как питание, уход за собой, крепкий сон и регулярные физические нагрузки. Тянем шею. Исходное положение может быть как стоя, так и сидя. Руки кладем на плечи и с их помощью оказываем сопротивление. Начинайте вытягивать шею вперед, не наклоняя голову. Зафиксируйте это положение на 30 секунд. Затем вытяните руки вперед, соедините кисти в замок и начинайте отводить шею назад. Руки также работают на сопротивление. Следите за положением головы, она должна быть в одной плоскости. Выполнять данное упражнение можно несколько раз в день. Упражнение номер два улучшает амплитуду поворота головы. Поднимите плечо, поверните к нему подбородок и зафиксируйте это положение на 30 секунд. Затем растяните все, что было зажато. Повторите на другую сторону. Количество повторений от трех раз. Упражнение номер три. Рамка. Каждодневно выполняя это упражнение, вы сможете удлинить шею, убрать второй подбородок и избавиться от головных болей. Поднимите руки вверх и обхватите локти. Следите за тем, чтобы положение рук было свободным, не прижимайте их к ушам. Отведите руки назад, а подбородок прижмите к груди. Зафиксируйте это положение на 30 секунд. Затем растяните шею и прокачайте надключичную зону на выдохе. Упражнение номер четыре. Помогает слить лишнюю воду и тем самым избавиться от застоев. Борется с мешками под глазами и вторым подбородком. Лучше всего делать это упражнение в комплексе с предыдущим. Найдите надключичные лимфоузлы. Если необходимо, воспользуйтесь поисковиком. На выдохе прижмите эти лимфоузлы легкими нажатиями 10 раз. Затем сверните пальцы в крючок и слейте лишнюю воду. Плавными движениями по направлению от шеи к декольте. Упражнение номер пять. Удаление холки или другими словами жировых отложений на задней поверхности шеи. Исходное положение руки на пояснице. Затем сведите лопатки вместе. Поднимите плечи и голову опустите назад таким образом, чтобы затылок прижимался к холке. Зафиксируйте положение на 30 секунд или до первого неприятного ощущения. После растяните мышцу. Желательно выполнять это упражнение утром и вечером, а в идеале несколько раз в день. Друзья, и снова мы вас приветствуем. Представляем вам Александру Матюшкину, инструктора по йоге. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро, Александр. Доброе утро. Расскажите нам скорее, как пришли вы в йогу и что вас натолкнуло начать заниматься йогой? Вообще изначально я работала визажистом долгое время. И работа визажиста, она предполагает, что стоишь у клиента на выезде в неудобном положении и всегда затекала спина. И начала болеть спина. Даже был момент такой, что было сложно наклонять голову назад, потому что были боли в позвоночнике. И я искала себе, как же прийти к тому, чтобы можно было работать на любимой работе и еще быть здоровой при этом. Поэтому искала, пришла как-то однажды на класс. Меня пригласили в Самаре. Вечерняя йога была. Очень понравился инструктор. Пришла к ней. Во-первых, очень понравилось мое состояние после того, когда я вышла оттуда. Каким оно было? Какие ощущения? Такое внутреннее спокойствие, умиротворение. Потому что я достаточно энергичный человек. И оказалось, иногда думаю, как можно вообще успокоиться? Вот, когда жизнь внутренняя кипит. И после йоги вот это пришло состояние такое ровное, спокойное. Я думаю, да, со мной такое вообще возможно. И получилось, что я начала ходить на йогу. И в течение месяца у меня начались изменения в спине. Перестала болеть. Перестали проявляться боли. И через месяц, наверное, два-три я уже спокойно наклоняла голову назад. И так я полюбила йогу. Потом в процессе жизни происходили какие-то свои трансформации личностные. Вот так. Ну вот меня в йоге, меня как человека энергичного в йоге, чрезмерное спокойствие как раз-таки и страшит. Видимо, я ошибаюсь. Потому что, наоборот, заряд энергии, да? Заряд энергии и такой баланс происходит. Иногда наша вот эта вот стрессовая ситуация в жизни, она нас импульсивными такими делает. А йога, она балансирует, немножко так успокаивает. И кажется такой вроде ты энергичный, в то же время такое ровное, уверенное состояние, такое гармоничное внутри. То есть на многие вещи смотришь по-другому. Иногда даже стрессовые ситуации, которые происходят в жизни, просто с ними легче справляешься на самом деле. То есть понимаешь, что эмоционально реагировать на них не стоит особо, не имеет смысла. То есть энергию туда вкладывать не нужно. Скажите, а вот что нужно для того, чтобы начать заниматься йогой? Да ничего, просто желание. И коврик, как ты понял? И коврик обязательно. А вот, кстати, коврик, как выбрать правильно коврик? Коврик, как правильно выбрать? Ну, на самом деле, он должен быть по, как бы, по росту. Чтобы подходил, чтобы чуть больше нашего роста. Плюс он должен быть не скользкий, чтобы, выполняя асаны, вы спокойно себя комфортно чувствовали. Потому что асана – это йога, если что. Ой, поза, поза в йоге. Вот, поэтому главное, чтобы был не скользкий, комфортный, приятный к ощущениям, к тактильности. Потому что все-таки йога – это о комфорте, об удобстве. И вообще, как наш учитель говорит, с чего начинается йога, когда вы понимаете, что делаете йогу и асану, это когда вам удобно и комфортно дышать в ней. Так хочется уже, так хочется уже взять коврик, населить его и начать заниматься йогой. Но я думаю, что мы это сделаем сразу же после рубрики «Читалка». Здравствуйте, дамы и господа. Сегодня я хотела бы вам рассказать о новой книге Игоря Львовича Павловича. Книга называется «Утраченное наследие. Информационные миражи и фантомы в современных байках Самары. 1979-2022 год». Краеведение воспринимается, по большей части, исследователями, как достаточно точная сфера знаний. Краеведы в основном – это люди факта. Если факт зафиксирован в печатных источниках или, допустим, в народной памяти, то он анализируется, подбирается, другие факты, которые подтверждают или опровергают его. На основании этого выстраиваются теории, которые либо получают, опять же, подтверждение или опровержение. Но так происходит не всегда. Рано или поздно исследователь встречается с проблемой, для решения которой фактов недостаточно. Исследователь данной книги представляет анализ достаточно малоизученных еще явлений, таких как информационные фантомы, фактор случайности и ангелы из библиотеки. Последний, естественно, мне понравился больше всего. Ангелы из библиотеки – это тот самый таинственный случай, который непонятным образом вам предоставляет нужную книгу и открывает ее на нужной странице. Как сотрудник библиотеки я могу сказать, что да, такое случается и нередко. Не только в моем личном опыте такое было, но и в опыте моих коллег. Еще таким образом называют цепочку маловероятных случайностей, которые приводят исследователя к какому-либо открытию или весьма важной гипотезе. Описан и противоположный феномен – так называемый черный ангел из библиотеки или стиратель. Это те явления, которые влияют на забывание информации, на ее утрату. Например, это тот самый случай, когда человек забывает целые куски недавно прочитанного текста. И да, такое тоже в нашей работе случается. Или, например, человек случайным образом уничтожает огромный труд, свой собственный. Или, например, даже происходят пожары или какие-то другие негативные явления, уничтожающие огромный пласт информации. Современный вариант истории о данном феномене – это «Люди в черном». О данном феномене автор повествует на материале неучтенной истории рачейских альп, таинственном малоизученном месте с богатым культурным наследием. В данной книге вы найдете замечательную подборку таинственных, иногда даже мрачных историй о необъяснимых событиях, произошедших на территории нашей области. Великолепнейшая подборка историй о летательных объектах непонятного происхождения, которые наблюдались у нас в Самарской области. В широком историческом охвате от легенд о летающей лодке Стиньки Разина, которая заперта где-то у нас в горах, и которая до сих пор еще, видимо, в рабочем состоянии, до историй, видимо, в которых принимают участие инопланетяне. Ну, судя по всему, так можно предположить. Потрясающая книга, действительно какой-то совершенно неожиданный взгляд на мифологию, вот эта вот попытка его проанализировать, этот материал, в таком достаточно необычном ключе, это, конечно, очень и очень интересно. Ну, а мы продолжаем, и у нас в гостях тренер по йоге Александра Матюшкина. Еще раз доброе утро. Еще раз доброе утро. Доброе утро. У нас все готово в нашей студии, коврик расстелен. Совершенно верно. Александр, скажите, пожалуйста, существуют ли какие-то упражнения для того, чтобы избавиться от боли в спине? Да, конечно, йога как раз способствует тому, что человек становится здоровой спиной, красивая осанка, потому что укрепляются очень мышцы спины вдоль позвоночника, поэтому у кого есть грыжи, протрузии, какие-то недуги в спине возникают у человека, йога как раз оздоравливает наш организм, укрепляя мышцы спины, улучшается осанка, то есть вот я могу вам продемонстрировать несколько поз, которые могут... Будет очень здорово. Коврик готов, тренер готов, мы готовы. Все, сейчас покажу под нашим фидисментом. Первая асана. Первая асана. Встаем ровно, собираем стопы вместе, руки заводим за спину, соединяем руки в замок за спиной и кладем, сгибая ножки в коленях, кладем живот на бедра и оттягиваем руки за голову. В этом положении мы распрямляем плечики, вводим руки назад, расслабляем шею, голова повисла и в таком положении начинаем дышать спокойно. Голова не кружится? Нет, здесь голова не кружится. Мне кажется, меня бы закружили. Здесь еще необходимо держать баланс, вот в первую очередь, мне кажется. У всех получается это? Да, это очень пространство. Спасибо. Итак, это была первая асана, мы переходим к второй асане. Да, мы сейчас переходим к второй. Это классическая поза в йоге. Собака мордой вниз или поза горы. Выставляем здесь сразу плечи чуть, ой, кисти чуть шире плеч и выводим таз вверх. А пятками нужно прям касаться или можно, чтобы они были... Да, мы сначала здесь заводим пяточки чуть в стороны, то есть как бы немножко косолапим стопами, сгибаем ножки в коленях, чтобы расслабить спинку при этом, и лбом тянемся к коврику. Да, вот это, мне кажется, наиболее эффективно. А сколько нужно стоять вот в такой вот позе? Ну, вообще, примерно... Для начала, например. Четыре цикла дыхания, это вдох-выдох, дальше можно увеличивать. Четыре цикла это как? Это значит, мы делаем вдох через нос. Выдох через нос, это один цикл дыхания. Вдох через нос. Четыре раза нужно повторить. Итак, у нас уже есть две асаны на вооружении. Да, сейчас покажу позицию лёжа. Ещё что-то есть? Да, это молопрогиб, очень эффективный асан для тех, у кого боли в пояснице. Мы снова заводим руки назад, либо, если тяжело, ладошки возле ушей, оставляем при этом, собираем стопы и носочки вместе, отрываем стопы и носочки вместе, при этом напрягаются ягодицы, вытягиваем шею вперёд, макушка смотрит вперёд, чтобы не сжималась шея. Сколько нюансов есть различных, я думаю, что всё-таки, вот да, действительно, на ласточку похожа на упражнение, такое было в детстве. Да, и для укрепления плеч и рук есть поза бакасана. Вот, сейчас покажу. Вот это моя тема, всё, что с силовой йогой, всё, что с укреплением. Да, выставляем тоже ладошки на ширине коврика, в этом положении мы накатываемся бёдрами на плечи и выводим в баланс. Мне кажется, это для цирковых артистов больше. Виктор, неужели ты сможешь это повторить? Отлично, ты знаешь, я попробую без разминки продемонстрировать. Я вот с краешки вашего коврика это сделаю, и я думаю, что не буду разуваться. Итак, что мы должны сделать? Мы должны вот так вот поставить, чуть-чуть накатить, да? Всё правильно я делаю? Да, и оторвать. Опа! Опа, всё включилось. Ой, как классно. Сколько потребовалось учиться, да, чтобы вот встать в такую позу? Ну, на самом деле, это регулярная практика, регулярная тренировка, но в целом я занимаюсь йогой около 7 лет, да, около 7 лет, но в целом, чтобы выйти, например, в бакасану, в баланс на руках, это самая такая простая поза, на самом деле, из усложнённых в йоге. Ну, занимаясь регулярно, в течение года легко можно выйти, даже пробуя постепенно, вот человек может достигать каких-то успехов в физической форме, и, конечно же, йога – это о состоянии, йога – это не форма, это внутреннее состояние, поэтому приглашаю всех заниматься йогой. Виктор, ты молодец! Круто! Да, мне очень нравится, сразу энергия пошла, я прям вот чувствую, что прям энергия пошла по всему телу, это очень здорово. Александра, спасибо, что пришли, что нашли время, приглашаем вас ещё раз в нашу студию с вашими ковриками. Здорово, будем осваивать новые асаны. Удачи и вдохновения. Благодарю. Спасибо. Друзья, вы оставайтесь с нами, мы ненадолго прервёмся, затем вернёмся в нашу студию, впереди очень много интересного. В эфире новости на канале «Губерния», в студии Сергей Сергеев. Здравствуйте. Подробно о частичной мобилизации. Военный комиссар Самарской области Алексей Вдовин стал гостем нашей студии. Он рассказал, что делать, если гражданин получил повестку, но у него есть основания для отсрочки, кому положена бронь, когда и где проводится медосмотр, кого возвращают домой, какое снаряжение получают мобилизованные. Ответы на эти и другие вопросы в нашем эфире. В эти воинские части попали граждане, которые имеют сейчас отсрочку. Мы их меняем, естественно. Определились так, что не более 30% от численности предприятия, ну, изымать. Добровольцы, которые у нас уезжают, там тоже по решению губернатора, добровольческие отряды БАРС, по решению губернатора, какое-то имущество мы тоже там закупаем. Дополнительно на коленники, на локотники, еще какое-то там имущество, которое, ну, необходимо. То, что касается выплат в зоне проведения специальной военной операции, мы посмотрели, посчитали, что где-то от 170 тысяч. Большое интервью с военным комиссаром Самарской области Алексеем Вдовиным смотрите сегодня в 17.10. А сейчас расскажем о мерах поддержки для семей военнослужащих, призванных в рамках частичной мобилизации в Самарской области. Первое – это единовременная выплата 50 тысяч рублей на период боевого слаживания. О ней губернатор объявил на оперативном совещании в правительстве региона. Также Дмитрий Азаров принял решение освободить семьи мобилизованных земляков от оплаты за детский сад и школьное питание. Мобилизованным окажут консультационную помощь в оформлении кредитных каникул. Дело в том, что не все военнослужащие понимают механизм того, как получить такую отсрочку, поэтому губернатор поручил вести расширенную разъяснительную работу. Проследят и за тем, чтобы банки четко исполняли федеральное законодательство. Кроме того, для всех призванных резервистов в нотариальных конторах области уже бесплатно оказывается ряд услуг, к примеру, оформление доверенностей. Теперь такая помощь будет доступна и в воинских подразделениях. Также по поручению губернатора Самарской области в регионе идет работа по оформлению социального паспорта для семей мобилизованных. Это документ, в котором будут отражаться потребности и нужды родственников каждого призванного резервиста, чтобы помощь была адресной и всегда доходила до получателей. Важная информация для автомобилистов и тех, кто решил провести свои выходные подальше от города, а именно в окрестностях горы Стрельное и села Ширяево. Завтра, 15 октября, с 8 утра и до 12 часов дня, на участке трассы Солнечной поля на Ширяево будет ограничено движение транспорта. В это время там пройдет экологический марафон Самарской лука, сообщает региональный Минтранс. Участников забега просят по возможности оставлять автомобили в Жигулевске. До места проведения соревнований и обратно будет подан транспорт. Тем, кто все же планирует добираться до старта на своей машине, сделать это нужно заблаговременно. На месте будет организована парковка, сообщают организаторы. Все ограничения продлятся до полудня субботы. В продолжение транспортной темы. На Южном мосту в Самаре экстренно ремонтируют стыки и заделывают ямы. В народе этот участок уже прозвали стиральной доской. Хотя дорога на гарантию подрядчика, но с него взятки гладкие. Банкрот. Кто теперь будет приводить мост в порядок, а главное, когда, расскажет Андрей Фадеев. Это кадры 2017 года. На Южном мосту только закончился ремонт. Автомобилисты надеялись, что пузят всерьез и надолго. Не получилось. В течение последних лет горожане неоднократно жаловались в соцсетях. Дорога не выдерживает ни критики, ни трафика. Да там все полотно менять надо. А швы – это вообще позор строителям. Кого просить? Ну невозможно ездить. Неужели никто не жалуется? Этот мост – одна сплошная беда. И никому нет дела, никто ничего не предпринимает. Одни только люди, бедолаги, страдают. Убивают свои машины. Каждый раз там проезжаешь на автобусе, чувствуешь эти металлические швы. Невозможно нормально ехать без ненужной тряски. Так и транспорт рассыплется потихоньку. Недовольство жителей в соцсетях зафиксировал в том числе и Центр управления регионом Самарской области. Все лето ЦУР Самарской области направлял тревожные сигналы из соцсетей в адрес мэрии Самары. Сообщения касались состояния Южного моста, прозванного в интернете стиральной доской. Южный мост входит в маршрут, по которому в областную столицу въезжают гости из других регионов. В разгар туристического сезона водители вынуждены были терпеть неудобства. Деформационные швы на мосту со временем превратились в искусственные неровности. Дело в том, что подрядчик, на гарантии которого находится мост, уже три года как банкрот. Все это время отрабатывал претензии и устранял дефекты Департамент городского хозяйства и экологии. В происходящее вмешался Дмитрий Азаров. На оперативном совещании 10 октября губернатор раскритиковал состояние Южного моста и поручил главе Самары Елене Лапушкиной разобраться с проблемой и объяснить ситуацию общественности. Вы побываете на Южном мосте, посмотрите какое качество работа. Посмотрите лично, Елена Владимировна, полгода не можете справиться уже правительным финансированием. Так качество хоть проконтролируйте сейчас в этот период, лично людям об этом расскажите. Ремонт на объекте начали 3 октября. Выполняя поручение губернатора ранним утром 13 числа, Елена Лапушкина оценила ход работ по устранению ошибок подрядчика. Кстати, делается это за счет городского бюджета. Все затраченные муниципалитетом средства будут взыскивать в судебном порядке. Жалоб на этот мост было действительно много и хочется уже прийти сюда, срезать полотно, чтобы убрать скалейность, качественно отремонтировать деформационные швы. В местах некоторых у нас погнуто ограждение дорожное, конечно, восстановить дорожное ограждение. Планируем, что капитально, качественно зайдем уже с полным перечнем работы в этом следующем году. Сейчас уже другая организация переделывает за так называемыми коллегами деформационные швы, проводит аварийный ямочный ремонт. Как подчеркнула глава города, эти работы вынуждены и экстренная мера. Кроме того, асфальтобетонное покрытие моста также частично повредилось. Устранить эти разрушения планируют до 16 октября. Ну а комплексный капитальный ремонт будет возможен после истечения контракта с подрядчиком. Андрей Фазеев, Новости губернии. А сейчас о ремонте, который уже состоялся и радует жителей вполне конкретных домов. Ведь они сами выбирали, каким будет их двор, участвовали в обсуждении проекта, следили за ходом работ. Желаемое превратилось в действительность благодаря нескольким программам благоустройства. А вот каким, расскажем прямо сейчас. Новая игровая площадка с безопасным покрытием, турники для занятий спортом и ограждения. В Октябрьском районе Самары на улице Печорской комплексно благоустроили дворовую территорию. Жители уже успели оценить изменения. Признаются, разница с тем, что было, колоссальная. Ямы, не было парковочных мест. Жители первого подъезда, они засыпали щебенкой для того, чтобы ставить автомобили свои, потому что очень проблематично поставить машины здесь. Нам сделали благоустройство. Сейчас, конечно, очень прекрасно. Все у нас довольны. И жители, и бабушки, и молодежь, и детки маленькие, они ездят, катаются. Также и мои дети маленькие на самокатах катаются. Участие жителей – важное условие при реализации проектов благоустройства, ведь преображение территории делается именно для них. Активисты предлагают свои идеи, участвуют в создании дизайн-проектов и, конечно же, следят за ходом работ. Мы собрали жильцов, организовали собрание, собрали документы, собрали подписи и отправили в администрацию Октябрьского района. После этого поставили на очередь. И вот наступил наш черед сделать благоустройство. На территории Октябрьского района удалось реализовать сразу несколько программ – формирование комфортной городской среды и губернаторский проект «Содействие». Комплексный подход позволяет решить сразу несколько задач и несколько проблем, которые стоят на повестке у жителей. Если говорить в целом, то две программы «Содействие» в этом году реализованы на территории района, девять дворовых территорий отремонтировано по программе «Комфортная городская среда и общественные пространства», – это три дворовые территории, где установлены детские площадки, малые архитектурные формы, скамеечки, уникальное озеленение. Работа проделана большая, но всегда есть к чему стремиться, уверены жители. Они уже решили, что будут и в дальнейшем участвовать в программах благоустройства, которые действуют в Самарской области. Тем более, что в этом году, благодаря нацпроекту «Жилье и городская среда», в региональном центре преобразилось 56 дворов. Елизавета Должикова, Новости губернии. Больше новостей на нашем сайте «Соваинфо.ру» и в нашем информационном выпуске «В полдень». Ну, а у меня пока на этом все. До встречи. Виктор, ты опять за свое? Почему же за свое? Сегодня день накопления жизненных сил. Я, между прочим, для всех стараюсь. Пример показываешь? Ну, хорошо. И снова доброе утро. В студии «Кто как умеет» накапливают жизненные силы. Виктор Стеблев. И Саша Байдачная. А ты всегда себе свои силы накапливаешь? А как же погулять по парку? Ты знаешь, я больше всего люблю ездить на самокате. Ну, или на велосипеде. А как насчет путешествий? Тоже неплохо. А если просто ходить? Без дела, что ли? Просто так ходить? Я не понимаю. Ну, почему же без дела? Именно с делом и даже с целью. Какой еще такой целью? Подхватить простуду, особенно в такую погоду? Для накопления жизненных сил это просто необходимо. Ходьба – это самое лучшее. А еще это отличный способ улучшить физическую форму и здоровье в целом. Главное – включить ходьбу в привычный режим дня. Значит, когда я в размышлениях хожу из угла в угол, я повышаю свой жизненный тонус и улучшаю кровообращение? Совершенно верно. Именно так. Только лучше, если ты будешь размышлять на свежем воздухе. Интересный способ. А как вы восстанавливаетесь, друзья, когда ваша жизненная энергия на нуле? Расскажите нам. Спасают аудиокниги. Провожу время с близкими. Занимаюсь тем, чем мне нравится, успокаиваюсь этим. Хобби. Ну, как говорится, у всех есть свои хобби. Самой не упасть бал, а так дальше уже как-нибудь пойдет. Сплю. Во-первых, кофе, а потом медитация. Улучшаю, что надо жить дальше. Сижу дома и думаю над ситуацией, прорабатываю, нахожу проблему и решаю. Занимаюсь спортом. Друзья, мы продолжаем наш эфир с огромным удовольствием. Представляем вам нашу гостью. Знакомьтесь, Ольга Васина, мастер Эбру. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. И скорее рассказывайте, как это чудесное искусство появилось в вашей жизни. Что это вообще за искусство такое Эбру? Что это? Эбру – это древняя восточная техника, пришла к нам с Востока. Доподлинно неизвестно, где она зародилась, но это очень давно было. Сейчас она называется Эбру, именно в Европе более популярное название – марвлинг. Но, в принципе, это как перевод можно назвать как облака. То есть мы, опуская краску на поверхность, видим, как они круги двигают друг друга, образуя такие красочные облака. Нужна какая-то подготовка или, в принципе, новичок тоже справится с Эбру? Ну, хотелось бы сказать несколько слов, наверное, о себе, в первую очередь. Как я попала, как раз вы спросили же. Я никогда не имела отношения к рисованию. У меня нет художественного образования. Я искала как раз источник вдохновения. То есть произошло эмоциональное выгорание некое. И вот я в поиске обнаружила, что есть такая интересная штука, как рисование на воде. Я пришла, попробовала и поняла, что даже не имея навыков рисования на бумаге, я могу очень красиво рисовать на воде. Причем не надо стремиться нарисовать что-то конкретное, как мы в традиционной живописи используем, а просто даже создание абстрактных картин дает заряд энергии. Разрядку какую-то. Разрядку эмоциональную, да, и дарит вдохновение. Поэтому рисовать может каждый. Сможет, да, справится каждый. Да, даже детки маленькие. Я так понимаю, вы и мастер-класс тоже можете преподать, прям и сейчас, и мне, и нашим телезрителям. Саша, как ты относишься к тому, что мы попробуем? Я с удовольствием попробую, Витя, ближе к тебе находится холст. Так, отлично. Какие инструменты нам потребуются? Бумага, да, или что это? Да, давайте сначала скажу, что в основе техники Эбру лежит три составляющих. Это раствор. Мы рисуем не на обычной воде, а на волшебной, я бы так сказала. Интересненько, что это за водичка. Да, в обычную воду мы добавляем специальный ингредиент, который меняет ее плотность и делает ее чуть-чуть волшебной. Секретный ингредиент. Да. И специальные краски. Краски, они тоже особые, они не тонут, они не растворяются в воде, и цвета между собой не смешиваются. Вот, ну, вспомним, если мы, когда рисуем традиционно, кисточку с краской опускаем в стакан с водой, что с водой происходит? Она красится? Она окрашивается, да. А если мы разные цвета туда намешаем, то какая вода станет? Она станет разной. Разноцветная. Ну, разноцветная она станет. От бутонной. Правда ведь? Потому что все цвета между собой перемешаются. Ну, вот как раз здесь такого не происходит. Капельки, попадая на воду, они раскрываются в круги. А круги, конечно же, это самая гармоничная и самая идеальная форма фигуры, и что дарит как раз вот такой эффект. Итак, воду мы подготовили, да, с специальной краски? Специальной краски. Краски готовы, инструменты готовы. Есть инструменты, рисуем мы кисточку. Художники готовы. Шпажка, есть еще интересный гребень, да, то есть есть у нас разные инструменты. Можем попробовать? Ну что же, я тогда двигаюсь к вам. Перепремещаешься. Итак. Я предлагаю поступить следующим образом. Я сейчас покажу, как создается узор, а далее мы с вами нарисуем мандалу. Все отлично, я сейчас сяду как профессионал. Вы говорили про абстракции, но тем не менее... Да, кроме... Мастерство как раз заключается в управлении краской. То есть на первом этапе мы можем рисовать абстракцию, и именно она помогает выплеснуть эмоции и вдохновиться. Но когда мы продолжаем экспериментировать, то хочется уже навыки совершенствовать и именно управлять краской. Ну, сегодня мы научимся вот рисовать цветок красивый. Итак, значит, я опустила кисточку в краску и начинаю аккуратно наносить краску на поверхность раствора. Я даже немножко волнуюсь. Да-да-да, почему бы и нет. Виктор, у тебя присутствует волнение? У меня никакого волнения, мне просто нужно понять, что мы будем рисовать. Я так понимаю, мы рисуем вот этот чудесный цветок, вот такую мандалу. Верно, примерно, да, примерно вот такой цветок. А вот как раз что происходит в обычной воде, да? Стаканчик растворился. А это фон, получается? Мы рисуем сначала фон, то есть в Эбру все рисуется на фоне. То есть мы рисуем фон-абстракцию и уже на этом фоне можем создавать все, что угодно. Так, а роль Виктора в чем? А мы сейчас нарисуем фон. Наблюдать и контролировать процесс. Роль Виктора сейчас будет в создании как раз-таки мандала. А я нарисую фон. Все хорошо. Сохнет потом этот рисунок сколько, когда его можно уже дарить, не знаю, украшать жилищем? Ну, мокрая, сколько мокрая бумага сохнет, да, некоторое время. То есть, да. Плюс ко всему рисунок с воды сохраняется на любую впитывающую поверхность. То есть, например, на мне платочек, выполненный в технике Эбру. Соответственно, можно на дерево, на керамику, на гипс, на ткань, на готовые текстильные. То есть в следующий раз я могу принести свою любимую белую футболку. Ну, вы принесете емкость чуть больше, и мы с вами сделаем. Ну, если очень захотеть, то да. Сколько же в целом вы занимаете Эбру? Сколько понадобится времени, чтобы отучить свое мастерство? Уже красиво. Да, верно. То есть, я ничего сверхъестественного не делала уже красиво. Рисую с 2017 года. Ну, в принципе, достаточно большого опыта у вас. Ну, все относительно. То есть, каждый последующий слой краски, он не смешивается, да? То есть, мы видим... А когда я, простите, приступлю... Все. Вот мы закончили. К созданию. Мы закончили фон. Позвольте палочку. Да, прошу вас. То есть, соответственно, готовую краску можно двигать. Мы можем ее двигать туда-сюда движением, например. Я предлагаю на минутку буквально прерваться, и нас уже заждались на выставке «Карусель советского детства». Давайте посмотрим. Эти куклы, родом из Куйбышева, выпускались на фабрике игрушек. Она была специализированной. Это редкость. Чаще под бытовые нужды переделывали одну из артелей заводов. Например, «Прогресс» выпускал заводных роботов. Такой был практически в каждой советской семье. Современные дети играют совсем в другое. Дети в основном играют в телефоны, в планшеты. И нам бы хотелось, чтобы дети больше знали истории игрушки и могли именно практично подойти к игре. В основе экспозиции – коллекция сестер Ольги и Любови Беловых. Они с детства относились к игрушкам с большим уважением. Не играли, а бережно хранили. Поэтому все куклы, машинки, есть здесь пистолеты, выглядят как новые. Их создавали по особым стандартам – государственным требованиям. Цвет приближенный к натуральному, а сюжет максимально простой. В 30-е годы было принято специальное постановление об игре игрушки и создан специальный научно-исследовательский институт игрушки. Существовал он в Сергиевом посаде. Сейчас, к сожалению, его уже нет. Но в этом институте трудились, что называется, лучшие умы, большой творческий коллектив педагогов, психологов, художников, дизайнеров, как мы теперь бы сказали, и других специалистов, которые каждую игрушку создавали самым тщательным образом. Игрушечная индустрия откликалась на все, что происходило вокруг. Некоторые куклы носили имена великих спортсменок и знакомили детей с востребованными профессиями – водолаз, космонавт. По такому же принципу предполагалось заложить еще и основы интернационального общения. 15 республик, 15 сестер. Игрушки в костюмах заняли целую витрину. Это парные куклы, девочка и мальчик, которые выпускались в 70-е годы, к 50-летнему юбилею Советского Союза. И если бы вот это могучее, великое государство, где, в общем-то, процветала дружба и толерантность между народами, не было ликвидировано, то в этом году, 30 декабря, мы отмечали бы его столетие. В Советском Союзе игрушка была в дефиците. Ее дарили по праздникам. Такие наборы домохозяйки привозили специально из-за рубежа. А сегодня выставка «Карусель советского детства» дарит возможность вернуться в советское детство. Татьяна Пецина, Сергей Костин, программа «Утро губернии». Друзья, мы продолжаем наш эфир. И напоминаем, что у нас в гостях Ольга Васина, мастер Эбру. И мы сегодня обучаемся этому искусству. И Виктор пробует свои силы. Да. Последний штрих для создания фонового изображения. Сделаем гребешком. Это расческа гребешок. Да, уже красиво. То есть никаких навыков я не использовала, да, сложных. И вот еще чуть-чуть закруглить вот так вот. А мне тортик напоминает. Что напоминает тортик? Тортик. Мне кажется, вот здесь вот можно еще разочек вот так вот. Можно. Можно. При желании можно. Теперь вот вообще все нормально. Да. Рекомендую взять салфетку в руки. Так. Выцелить кончик, который мы сейчас использовали. И опустить аккуратненько в краску того цвета, которого хочется. Ну, я предлагаю начать с темной, может быть. Вот с этой. Да. Или, в принципе, с любой. Давайте с любой. Я хочу с красной. Давайте, да. И поставить ее, не протыкая, первую капельку можно наоборот вот немножко стряхнуть, да. Не протыкая, поставить в центр. Готово. Вытираем. Оранжевый только у нас оказался. Берем следующий цвет. Я так и хотела. Да, отлично. Ставим в центр оранжевый, поставьте и подержите. Вытираем. Скажите, а вот этим искусством можно заниматься вот всей семьей, может быть, даже? Безусловно. Вот мы сейчас вдвоем с вами, видите, как ловко все же делаем. Да, да, соответственно, мы можем подключать и еще, и еще. Саша, если хочешь, пойдем, у нас еще одна палочка. Ну, к сожалению, неудобная. Ты хотя бы подержи. Подержать. Волшебную прикоснула. Я прикоснулась. А большой интерес к Эбру? Техника набирает популярность. Ну, конечно, мы ее всячески стараемся популяризировать уже, да. То есть из сообщества люди приходят. Это какие-то, может быть, выставки проходят Эбру? Ну, где-то, может быть, проходят, да. Вы пока не представляете. Я бы сказала, не так масштабно. Ну, для меня Эбру это больше арт-терапия, нежели традиционное искусство, как я вначале говорила. То есть больше способ снять напряжение, расслабиться и получить вдохновение. В принципе, целью и на мастер-классах, на различных, я тоже ставлю в первую очередь эту цель, а не создание шедевра. Потому что сам процесс, он увлекательный. То есть он именно в процессе весь. Даже не хочется вас отвлекать. Но вы говорили, простите, что у вас есть картины, вот мы в ней эфиры общались. Какого они плана? О чем они, эти картины? То же Эбру в технике Эбру? В технике Эбру, но более живописная схема. То есть если здесь схематично нарисовано, то картины больше... Ну, мне нравится зверей рисовать, например. И это можно все сделать в Эбру? Можно, да. Вот это, да. Скажите, а вот возможно ли восстановить прям вот один в один картину? Или все время получается по-разному? Нет, все картины уникальны. Да, то есть третья как раз составляющая этого искусства, это то, что нет ни одной подобной картины. Смотрите, я сейчас вот с вами участвую в этом мастер-классе и понимаю, что для меня это какая-то определенная медитация. Однозначно, да. А может быть, рекомендуете о чем-то думать во время всего этого? Конечно. Например, давайте подумаем об этой мандале. Давайте подумаем, может быть, на... Мне кажется, пора уже переходить к... Давайте перейдем. Смотрите, Виктор, мы ставим кончик тоненькой палочки в фон и от края к центру проводим движение. Отлично. Ах, как филигранно. Останавливаемся. Как теперь вы говорите... Вы сверху, я снизу. Отлично. И точно так же на искусство. Можно залипнуть на этот процесс, смотреть, наблюдать и... Бесконечность. Я хочу сказать, у вас потрясающий дайд. Все вообще... Выходит отлично. И можно вытянуть лепесточки. Из оранжевый, например. Давайте скорее придумывать, кому мы подарим эту картину, этот мандал, этот рисунок. Виктор, есть у тебя идея? Саша, ты знаешь, я думаю, что... Или никого не подарил... Эту картину я хотел бы подарить тебе. Вот это да. То есть я напросила тебя. Видишь, как стараюсь. Видишь, как стараюсь. Ну, давайте сердечко нарисуем еще. Ну, давайте попробуем. Это уже законченная форма или что-то еще? А вот сейчас мы закончим. Не-не-не, просто вот... Да. Краска, когда попадает на раствор, она уже образует круг. Поэтому нам круги нарезать не обязательно. Не обязательно. То есть мы уже круг нарисовали, и там был круг. А теперь давайте проведем вот так палочкой. От оранжевого... К центру. И прорежем до конца вот сюда. Вот. У нас получилось сердечко. А, вон как. Предлагаю на этом остановиться. Мы здесь ради демонстрации. Самый третий момент. Самый третий момент, да. Волшебный третий момент. О чем вы сказали? Мы берем лист бумаги и аккуратно опускаем его на поверхность. Когда работаем... С этим этапом все справляются? У меня... Ну, если нужно, я просто... Какие доказательства наверняка возникли бы. Бывает, не справляются. Бывает, статус, раз лист упал. Но я предлагаю доверяться моменту. Если так случилось, значит, так надо. Ничего сложного нет в том, чтобы перерисовать. И снова получить удовольствие. И снова получить удовольствие, точно. Итак, волшебные слова можно произнести. У каждого они свои. Произнесли. Произнесли. Тихо-тиби-дох-тиби-дох. Да. И аккуратно вытаскиваем работу. Итак, первая картина. Вы посмотрите, здесь красок нет, а все краски здесь. Да. Обалдеть, все, я держу, все в моих руках. Какие важные слова. Все в моих руках, да? Получилось очень стильно. Вообще классно. Итак, под барабанную дробь я передаю картину. Подержи. Так, забираю. Саше. Она такая немножечко похожа на клееночку стала, да? Вот тебе что нравится, больше принимать подарки или дарить? Я думаю, что, наверное, принимать. Ну, вот, значит, прием. И, в принципе, и дарить. Спасибо огромное. Спасибо за искусство, за вдохновение и за то, что вы сегодня были с нами. Хочу сказать, что Эбру – это удивительное, необыкновенное искусство. Согласна. А бывает еще и нестандартное искусство, и прямо сейчас мы будем постигать его азы. Молодой график Александр Басюк всерьез начал рисовать всего три года назад. Благодаря новому вернисажу, пол Самарской областной научной библиотеки напоминает лабораторию по созданию фантастического анимационного фильма. Очень много мыслей, конечно, когда я подобное вижу, но моя пока что психика не воспринимает подобное. Надо очень долго осматриваться, чтобы что-то вообще понять. Ну, в общем, неописуемо как-то. Это что-то такое необычное, какое-то космическое, что-то такое за гранью фантазии. Но вместе с этим и приземленное, что-то вот такое знакомое, и каждую деталь можно узнать на картине. 24-летний учитель музыки название своей первой персональной выставки придумал, работая в огороде. Если честно, оно пришло ко мне, когда я поливал цветы на даче. Я сразу его начал записывать, так как я свои работы именно вижу как выход за грань. Трансцендентальное чувство, которое вообще нельзя описать словами, его только вот можно почувствовать. Каждый человек его может почувствовать. Мы вообще стараемся отслеживать тех пассионариев, в которых мы видим некий потенциал и верим в них. Поэтому мы вообще достаточно долго работали над этой выставкой. Мы начали, наверное, говорить об этом года полтора назад. Все это время Саша рисовал, он понимал свою задачу. Выставка «За гранью вменяемости» в Самарской областной научной библиотеке продлится до 8 ноября. Вход свободный. Марина Баркова, Сергей Александров. Программа «Утро губернии». Вот и заканчивается наше утро. Пусть этот день порадует вас яркими открытиями и свежими эмоциями. А с вами были Саша Байдачная и Виктор Стеблев. Удачного дня и самого хорошего настроения. Пока. Саша, ты знаешь, мне кажется, я сегодня получил такой заряд жизненных сил, что хватит на неделю точно. Всего на неделю, а дальше что? А дальше здоровый сон, вкусная еда, полноценный отдых для накопления и энергии. Ты за своей едой и сном явно накопишь только не энергию, а пару лишних килограммов. А вот и не накоплю, потому что спать, есть и отдыхать я буду стоя на голове. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова